95 спортсменов из Москвы, Истры, Ликино, Дулёва, Орехово, Зуева и других городов Подмосковья приняли участие в соревнованиях по киукосинкай карате. Наше соревнование проводится в честь Великого Дня, который важен каждому человеку в нашей стране Дню Победы. И сегодня на наших соревнованиях присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, также ветераны Афганистана и ветераны Чечни. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за то, что вы сделали для того, чтобы вы жили в мирной стране. От администрации городского округа президенту Федерации карате Орехово-Зуева Олегу Говорову было вручено благодарственное письмо в связи с Днем Рождения. Олег Алексеевич за годы тренерской работы воспитал не одно поколение каратистов, прославивших наш город далеко за его пределами. Цветы и памятные подарки получили и главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Минуты молчания собравшиеся почтили память тех, кто не вернулся с поля боя. После торжественной части на татаме начались сражения. Мужчины боролись за титул чемпионов области, а юноши разыгрывали золото городского первенства. Ограничений в поясах у нас нет в званиях. Турнир проходит среди всех участников, чтобы и молодежь, молодежь, которая только занимается, почувствовали, что такое бой, настоящий бой. Карате – один из самых впечатляющих видов спорта. Поединки проводятся с полным контактом, без использования защитного снаряжения, что позволяет не только оценить технический уровень спортсмена, но и его способность противостоять ударам противника, вести бой в состоянии психологического и физического давления. По итогам соревнований лучшие каратисты были награждены кубками и медалями. Но самое главное – каждую победу спортсмены посвящали подвигу советского народа.